Церковь привет! Добро пожаловать на онлайн-собрание Церкви Хилсон в Москве. Мы продолжаем собираться в таком формате из-за всей ситуации, которая до сих пор в мире. Мы рады, если вы первый раз подключились к такому собранию. Добро пожаловать! Вы можете подписаться на этот канал, оставаться до конца. Мы надеемся, что это собрание может быть благословением для вас. Мы также надеемся, что сможем увидеться скоро все вместе. Аминь. И я хотел бы также сказать огромное спасибо всем, кто продолжает жить ради чего-то большего. И кто верит, что мы как Церковь в любой период жизни призваны достигать и влиять на мир, строя Большую Библейскую Церковь, в центре которой Иисус Христос, изменяя мышление людей и снаряжая их для лидерства и влияния в каждой сфере жизни. Любые собрания, которые мы проводим, что бы мы ни делали как Церковь в обществе, и также добровольные пожертвования, которые отдают люди, это все ради того, чтобы поддерживать видение Церкви, о котором я только что сказал. И поэтому давайте продолжать жить ради чего-то большего и просто доверять Богу в каждый период жизни. Аминь. И также мы будем сейчас поклоняться. И поклонение – это то, когда мы напоминаем своей душе о том, кто является Царем Царей нашей жизни. Поклонение не так зависит от формата, в котором мы поклоняемся, но это больше зависит от того, что сейчас в наших сердцах. Давайте петь, давайте провозглашать, что Иисус Христос является Царем Царей в нашем сердце и в нашей жизни. Давайте поклоняться вместе. Ожинали мы во мраке, веры свет угасал, Но с небес Ты поспешил к нам, взгляд Твою милость из луча. Ты спустился, чтобы исполнить слово, данное Отцом. Ты сменил великий трон свой на тот хлеб, где был рожден. Слави Сына и Отца, славим Дух Святой Тебя. Ты пришел явить нам Царство, землю с небом примить. От креста не отказался, чтоб творение искупить. Видел Ты в Своих страданиях нечто большее тогда, Ведь Иисус Ты, умирая, всех от смерти нас спасал. Славим Сына и Отца, славим Дух Святой Тебя. Бог великий, приеди, Царь царей вовек прославлен Ты. На рассвете в третий день ждали чудо небеса. Гроб открылся, он воскрес, смерть навек побеждена. И хор ангела в тот миг в изумле не ликовал, Ведь теперь к Отцу прийти сможет всякая душа. Когда Дух сошел в огне, Церковь Божья родилась, О Христе благую весть будем всем и возвещать. Его имя, кровь Его, искупление мое, Воскресила к жизни нас Иисус Твоя любовь. Славим Сына и Отца, славим Дух Святой Тебя. Бог великий, приеди, Царь царей вовек прославлен Ты. Славим Сына и Отца, славим Дух Святой Тебя. Бог великий, приедин, Царь царей вовек прославлен Ты. Царь царей вовек прославлен Ты. Кто растопит сердца лед, И мою душу жизнь вдохнет? Кто владеет всей землей, И жажден быть со мной? Кто, познав, какой я есть, Любить не перестань? Кто, управляя миром всем, Путь мой направлял. Иисус Лишь Ди. Иисус Лишь Ди. Кто, праведный, сиять призван, Благодать свою излить? Иисус Лишь Ди. Иисус Лишь Ди. Иисус Лишь Ди. Иисус Лишь Ди. Петь буду Тебе, Не смогу вовек, Не нужен Ты. Петь буду Тебе, Не смогу вовек, Не нужен Ты. Души моей, Бог, и сердца Господь, Иисус лишь Ты. О-о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о-о. Шум морей услышь в небеса, Взгляни и пусть сердце Бог упоет. Горы вас зовут, перед Ним падут все сердца, пусть славят Его. Шум морей услышь небеса, взгляни, и пусть сердце Богу поет. Горы вас зовут, перед Ним падут все сердца, пусть славят Его. Шум морей услышь небеса, взгляни, и пусть сердце Богу поет. Горы вас зовут, перед Ним падут все сердца, пусть славят Его. Оооо, оооо, ооо, оооо, оооо. О-о-о, 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 о-о-о. Шум парей, услышь небеса, взгляни, и пусть сердце Богу поет. Горы ваза, будь перед Ним Падут все сердца, будь в слагах Его Иисус, о Иисус Имен других не вознесут Иисус, 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 о Иисус Иисус, Иисус Имен других не вознесут Иисус, Иисус Иисус, Иисус Имен других не вознесут Иисус, Иисус Иисус, Иисус Церковь Мы все вместе сейчас будем молиться Давай молиться вместе о решении финансовых вопросах о вопросах с работой, с жильем о молитвах об исцелении Давайте поддерживать друг друга прямо сейчас все вместе Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты есть путь истинной жизни Господь, Ты знаешь все наши нужды, все наши вопросы еще до того, как мы приходим к Тебе молитвой и я верю, что Ты слышишь молитву в церкви которая молится прямо сейчас даже если мы не вместе физически но мы вместе духовно мы вместе стоим в вере с нашими братьями и сестрами и молимся о том, чтобы Ты ответил Ты открыл двери, Ты исцелил Ты восстановил взаимоотношения Ты восстановил и укрепил семьи во имя Иисуса Христа Аминь, Аминь Как здорово молиться всем вместе И также спасибо за то, что делитесь своими благодарностями прямо сейчас Вы можете несколько из них прочитать на Ваших экранах это укрепляет людей не сдаваться, продолжать стоять в вере не опускать свои руки поэтому это, я бы даже сказала классная привычка делиться тем, что Бог делает в твоей жизни и сегодня особенный день потому что сегодня праздник не только в нашей церкви но во всей нашей огромной стране и я бы хотела сказать и поздравить Пап с Вашим Днем С Днем Папы можно дать громкие аплодисменты и Папы они важны и они играют большую роль в жизни каждого человека поэтому позвони сегодня своему Папе поздравь его лично, помолись о нем и также мы приготовили особенный сюрприз у него суперспособность ремонтировать все на свете готовить блинчики всегда находить выход в любых ситуациях готовить книжки за то, что он меня любит за то, что он меня всегда кладет в патч мы с папой вместе смотрим мультики с жен а мама не любит мультики что он мне скучит когда мы играем с папой в бабку-ёшку а мне нравится, когда он меня анекдотами смешит то, что он обычно шутит за то, что он мне все подает что он мой папа за то, что он всегда поддержит всегда подскажет всегда будет рядом и никогда тебя не оставит папа, я тебя очень сильно люблю ты самый лучший на свете я люблю тебя, папа ты лучше всех папа, я тебя люблю папа, ты самый лучший на свете я тебя люблю, папа люблю вау, какое классное поздравление я хотел бы также присоединиться к поздравлениям и просто сказать каждому папе с днем папы мы поздравляем вас вы играете огромную роль в нашем обществе в вашей семье в жизни церкви и я благодарен Богу за всех отцов в нашем доме потому что вы являетесь примером для других людей и давайте будем самыми лучшими папами для наших детей самыми лучшими мужьями для наших жён давайте будем столпами веры в нашем духовном доме и давайте делать это самым лучшим образом и сегодня будет особенное послание на самом деле сегодня будет три проповеди от трёх отцов лидеров в нашем доме в нашей церкви каждый из которых является папой троих детей и это честь и привилегия слышать слово от каждого из них и я верю что Бог сегодня будет говорить в жизнь каждого в твою жизнь в мою жизнь поэтому давайте подготовим свое сердце и давайте поприветствуем их я верю это будет круто привет церковь меня зовут сергей герсименко и сегодня у меня есть возможность обращаться со словом божьим к вам к церкви в далеком 1998 году моя мама моя сестра и я пришли в церковь килсон киев и в церковь нас пригласила мамина коллега она была начальником пульмонологии а мама то время работала хирургической медсестрой в центральном госпитале мвд украина мамина знакомая частенько приглашала нас в гости мы вечерами сидели кушали общались по поводу церкви по поводу бога задавая различные каверзные вопросы а нам как детям это очень нравилось потому что мы могли повеселиться вкусно покушать знаешь ну благодаря этому человеку который не прошел мимо нас и не постеснялся рассказать нам об Иисусе мы начали ходить в церковь и впоследствии мы узнали Бога лично знаешь в церкви хилсонг я с 8 лет я вырос в доме Божьем служа и строя дом Божий ну с самого детства и когда я пришел в церковь я рос без отца так как мои родители они развелись когда мне было 3 года отец оставил нас и без отца мне было очень сложно расти но в церкви для меня многие лидеры заменили отца они показывали правильный пример того как нужно каким нужно быть отцом и как себя ведут настоящие мужи Божьи и самое первое откровение которое я получил на то время что Бог является моим отцом это так сильно повлияло на меня что Бог знаешь Он всегда заботится обо мне Бог никогда меня не оставит Он никогда не покинет и в Библии сказано об этом евреям 13 глава 5 стих я никогда тебя не оставлю я никогда тебя не покину Бог всегда рядом Он любит меня и я понимаю что моя ответственность теперь как верующего человека показывать правильный пример остальным и как кто-то рассказал мне об Иисусе как кто-то привел меня ко Христу теперь же моя ответственность рассказать другим людям об Иисусе и когда мне было 11 я смог восстановить свои взаимоотношения с своим физическим отцом и Бог дал мне силы простить его и наладить с ним взаимоотношения знаешь это было нелегко он даже несколько раз приходил на собрание церкви он молился молитвой покаяния но он так и не остался в церкви но я не сдаюсь я продолжаю молиться за него знаешь и сейчас я продолжаю так же верить и верю что он будет с Богом знаешь если твои родители еще не с Богом не сдавайся продолжай молиться и вери что они спасутся так как в Библии есть Божье обещание для каждого из нас для каждого верующего в Деянии 16 глава 31 стих сказано веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой это Божье обещание для каждого из нас в котором мы должны твердо стоять нам нужно верить молиться и провозглашать спасение своих родителей и даже если нужно восстановить с ними взаимоотношения знаешь Бог дает любовь принятия Бог дал мне силы просить своего земного отца и восстановить с ним взаимоотношения хотя это было нелегко и сейчас мы с ним прекрасно общаемся у нас хорошее взаимоотношение и он смотрит на нас смотрит на мою семью и он завидует он говорит это круто то что ты в церкви то что ты в Доме Божьем и 18 лет я начал приезжать в Москву с лидерской командой церкви на то время мы делали несколько христианских концертов в Москве ведь мы открывали церковь Хилсон в Москве и знаешь и однажды мне пастора церкви в Киеве предложили переехать в Москву и долго не сомневавшись я решил ответить на этот призыв и я поехал знаешь мое сердце было наполнено страстью чтобы рассказывать другим людям об Иисусе и поэтому я ответил на этот призыв и в церкви Хилсон я повстречал свою прекрасную жену Аню я помню когда я понимаю точнее когда ты отвечаешь на Божий призыв все его благословения по направлению к Богу знаешь мы уже женаты 8 лет у нас 3 прекрасных дочери старшую зовут Николь которая вот буквально в сентябре вот уже пойдет в школу знаешь и дети так быстро растут среднюю зовут Евангелина которая скоро вот уже 4 года Емеляна ей полтора года и сейчас мне 31 и мое путешествие с Богом не остановилось оно продолжается дальше знаешь мы любим друг друга мы всей семьей в церкви и мы продолжаем служить и строить дом Божий и когда я стал отцом я все чаще стал размышлять над качествами Бога как отца и получив откровение что Бог является моим отцом что он любящий я стал задумываться каким отцом должен быть я я хочу сегодня поделиться с вами некоторыми качествами Бога которые больше всего касаются нас как отцов в римлянам 5 глава 8 стих сказано но Бог свою любовь к нам доказывает тем что Христос умер за нас когда мы были еще грешниками Бог он любящий он любящий отец и нам как отцам независимо ничего нужно любить своих детей несмотря на различные сезоны их жизни на то когда они поступают хорошо или когда они ведут плохо и когда они нас расстраивают или радуют нам нужно продолжать их любить и верить в них Бог он любящий он любящий отец и в не имея 9 глава 13 стих сказано и дал им суды справедливые законы верные уставы и заповеди добрые Бог он справедлив у него знаешь нет каких-то там любимчиков он оказывал знаешь он не оказывает предпочтение кому-то Бог он справедлив Бог в первую очередь смотрит на наше сердце знаешь когда у меня спрашивают кого из детей ты любишь больше я всегда отвечаю что люблю каждого одинаково когда ты родитель ты это понимаешь гораздо лучше Бог он справедлив в откровение 3 глава 19 стих сказано кого я люблю тех обличаю и наказываю Бог наказывает своих детей из-за любви и по любви нам как людям свойственно неповиновение бунтарство и это есть в нашей природе из-за греха детей не нужно учить плохому знаешь плохой прилепляется само как грязь само по себе а хорошим гораздо сложнее научить знаешь наша младшая дочь которая пока говорит только папа мама дай несколько месяцев назад посмотрела мультфильм героем которым была одна девочка и она всегда говорила бяка когда наша милиана ей что-то не нравится или она что-то не хочет она важным видом становится руки в боки и говорит бяка это забавно очень интересно смотрится ее не нужно было учить этому плохие привычки что-то плохое оно прилепляется само по себе как грязь к сожалению для детей плохие вещи выглядят более привлекательные чем хорошие и правильные знаешь правильные вещи гораздо сложнее приучить мы должны взять на себя ответственность за такую непростую вещь как наказание лично в нашей семье перед тем как ребенок ребенок получает наказание мы садимся разбираем ситуацию общаемся говорим что нужно делать что не нужно говорим что мы очень сильно тебя любим и наказываем его по любви и хотим чтобы он не поступал так больше бог он наказывающий он наказывает нас и за любви и по любви исход 34 глава 7 стих сказано прощающие вину и преступления и грех наш бог он бог прощающий он прощает наши проступки и грехи бог прощает их раз и навсегда он прощает и никогда не вспоминает таки мы должны поступать с нашими детьми не возвращаясь и не вспоминая их проступки но с верой и любовью помогать двигаться вперед бог он прощающий я как отец трех дочерей понимаю ответственность наставить научить воспитать и показать своим детям Христа и в библии сказано причем 22 глава 6 стих наставь юношу при начале пути его и он не уклониться от него когда и состарится наша ответственность как отцов наставлять читать изучать слово с детьми нашли каждый вечер со своими детьми когда укладываем их спать читаем слово божье и размышляем над ним мы каждый вечер говорим пять вещей за что мы благодарим бога в этом дне и поначалу дети знаешь они могли назвать одну две три вещи не могли сразу пять но сейчас они говорят даже больше пяти вещей за которые они каждый день благодарны богу и каждый день это новой благодарности знаешь мы читаем библейские истории размышляем над словом божьим молимся вместе всей семьей и засыпаем мы с супругой включаем прославление под которое они засыпают это такое благословение видеть как дети спят они растут узнают бога и их поведение становится совершенно другим и это наша ответственность воспитывать вкладывать божьи ценности в их жизнь и библия говорит что мужья являются священниками в доме нам мужьям необходимо проявлять инициативу воспитания детей быть любящими милостивыми прощающими заботливыми отцами наше сердце должно быть прилеплено к богу и к слову божьему если мы будем искать бога все больше держаться за бога то наши семьи будут здоровы и наш брак будет крепким наши дети будут гордиться своими отцами знаешь я молюсь о всех отцах о будущих отцах чтобы бог давал нам мудрость в воспитании детей мудрость в общении с женами и детьми и пусть бог обильно благословит каждого из вас аминь всем привет я также хочу поздравить пользоваться случаем поздравить всех наших пап с этим замечательным праздником я знаю что это очень тяжелая ответственная ноша но главное помните папа может поэтому всех еще раз с праздником итак несколько недель назад на собрании сердца душа мы читали большой список благодарностей от наших людей из церкви это так здорово я считаю что благодарность является важной частью нашей христианской жизни и сегодня я хочу поделиться с вами теми размышлениями которые бог положил мне на сердце на эту тему и первый стих который мне приходит в голову когда я слышу слово благодарность это первое фессалоникийцам 5.18 давайте прочитаем его вместе за все благодарите ибо такова вас воля божия во христе иисусе за все благодарите звучит очень просто за все благодарите но на практике получается ну совсем не так просто за все благодарить да согласны но давайте немного шире взглянем на этот стих и прочитаем его в переводе нрп пишите со given и мы существуем о том же то есть во всех при любых обстоятельствах мы способны найти вещи за которые мы можем быть благодарными на эти неважно какой сегодня день он был самым обычным или самый худший день в твоей жизни мы можем способны быть благодарны Богу и вот почему благодарность так важна она помогает нам видеть ценность того что есть в нашей жизни, например, ценить нашу семью, ценить взаимоотношения с друзьями, с коллегами на работе, на работе, ценить саму работу и какие-то материальные блага. И потому что в суете, в каких-то ситуациях мы просто способны забывать, терять эту ценность, но благодарность помогает вернуть нам эту ценность в нашу жизнь. Еще одна характеристика благодарности — это то, что благодарить можно не только за свершившиеся, за какие-то ситуации в нашей жизни или за то, что у нас уже есть, но также можно благодарить за то, чего еще нет в нашей жизни, и, возможно, мы только хотим об этом. И давайте прочитаем филиппинцам 4.6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Мы можем открывать наши желания перед Богом с благодарением. Благодарить за то, что у тебя еще нет, для кого-то это может показаться очень странным, но я верю, в этом есть важный духовный момент. В этом ключе благодарность играет свою особенную роль, она усиливает нашу веру. Подумайте над этим. Благодарность в этом случае усиливает нашу веру, когда мы молимся и благодарим о том, чего еще нет в нашей жизни или чего еще не произошло. И говоря здесь о благодарности, я не имею в виду благодарность просто как внешнее проявление, ну просто вот такой вежливый человек, да. Когда, то есть кто понимает, есть большая разница между тем, просто быть снаружи вежливым и иметь благодарное сердце. Например, можно после проповеди подойти к пастору и сказать, «Пастор, такая классная проповедь, мне очень понравилась», но при этом внутри не иметь искреннего, а благодарного отношения к Богу за это слово, которое он дал через проповедь. Поэтому благодарность — это не просто слова или действия. Благодарность — это в первую очередь состояние нашего сердца. И уже, как мы знаем, как написано в Библии, «от избытка сердца, говорят, уста». То есть когда у нас есть благодарное сердце, мы способны говорить эту благодарность на наших словах, выражать ее в делах, не наоборот. Когда от избытка слов ничего хорошего не происходит, это точно. Итак, благодарное сердце способно не только возвращать нам ценность того, что мы уже имеем, или усиливать нашу веру по поводу вещей, которых у нас еще нету, но также благодарность улучшает качество нашей жизни. О чем это я? Сейчас я объясню, что я имею в виду. Когда мы практикуем благодарность в нашем сердце, то попутно наша жизнь наполняется радостью, миром, удовлетворением. Возможно, наше сердце становится еще более смиренным. Я думаю, что кому-то это точно не повредит. И я никогда не встречал, знаете, очень благодарных людей, но которые были бы такие по жизни очень грустные. Они чем-то были бы постоянно расстроены, разочарованы, им все не нравится, вообще даже они взлоблены. Таких людей я не встречал никогда. И с другой стороны, я никогда не встречал людей, которые были бы настолько жизнерадостны. Они по-настоящему были, любили жизнь, они были бы полны веры, но при этом ты от них даже спасибо не дождешься, были бы просто неблагодарными. Таких людей я тоже никогда не встречал. Поэтому благодарность можно сравнить с семенем, который мы сеем в нашей жизни. И по мере того, как оно растет, оно начинает приносить плоды, и мы получаем эти плоды радость, мир, смирение. Этот список можно продолжать. Но и с другой стороны, если мы не сеем это семя благодарности в нашей жизни, то мы оставляем место для неблагодарности. А это как огромный сорняк, очень страшный, который просто способен быстро поразить всю нашу жизнь. И плоды, которые он приносит с собой, совсем другие. Это такие плоды, как зависть, разочарование, неудовлетворенность, жалобы. И, к сожалению, этот список тоже можно продолжать. В Эклисиаста 11.4 написано. «Кто наблюдает за ветром, никогда не посеет, и кто смотрит на облака, никогда не пожнет». Нам нужно учиться сеять благодарность в нашей жизни, как ранее мы читали, при любых обстоятельствах. Просто нет каких-то, знаете, идеальных условий для того, чтобы начать сеять, начать благодарить. Если мы будем только наблюдать за каким-то ветром перемен или за облаками обстоятельств, которые меняются постоянно, и пытаться найти лучший момент для того, чтобы начать сеять, мы никогда не начнем сеять. Каждый день жизнь полна различных событий, хороших и не очень, но это не должно нас останавливать, чтобы благодарить. Сеять Божьи принципы — это никогда не было простым делом. Но классная новость состоит в том, что от нас не требуется, чтобы мы это делали просто собственными силами. Давайте еще раз прочитаем 1 Фессалоникийцам 5.18. «При любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что в этом воля Божья в Иисусе Христе для вас». Воля Божья, чтобы мы были благодарны во Христе. А во Христе у нас есть благодать. И это значит, что при любых обстоятельствах через Иисуса мы можем найти силы, чтобы быть благодарными. И нам не нужно смотреть на постоянно меняющиеся обстоятельства вокруг нас, ситуации, все, что насколько сейчас бурно все в мире меняется только за последние полгода, посмотрите. Нам не нужно на это смотреть. Нам нужно смотреть на Христа, который не изменен в своей любви к нам. И как минимум это уже одна причина для того, чтобы благодарить Бога всегда. Согласны? Наш сын Доминик часто загорается получить какую-то новую вещь, новую игрушку, как правило. И когда он ее получает, через какое-то время он хочет что-то новое, он уже забывает про ту игрушку, которую он так недавно хотел, и она уже валяется где-то в углу или заперта, не знаю, в шкафу. И я думаю, что родители меня сейчас понимают, это классическая история. Так вот, и мы заметили, что он часто бывает недоволен, даже если он получает то, что он хочет. Да, он может ходить такой недовольный, грустный и все, жаловаться нам, что... Потому что так долго пришлось ее ждать, нужно было приложить какие-то усилия, да, или надо вообще с кем-то этой игрой поделиться. И вот, например, самый свежий пример. Мы купили ему игру Монополия. И самое главное по поводу этой игры в том, что в нее нельзя играть 5 минут. В нее можно играть часами. И вот он сейчас ходит, и он только просыпается и начинает каждый день просить нас, давайте поиграем, давайте поиграем после завтрака в любой момент. Но мы, конечно, заняты своими делами, работой и прочим, мы не можем. Он ходит опять грустно, вот со мной никто не играет. В общем, в базовых настройках понятия благодарности отсутствуют у него, я думаю, как и у всех нас. И поэтому мы учим его, как быть благодарным. Мы стараемся своим примером показывать моменты и ситуации, в которых мы можем быть благодарны. И также перед сном, молитвой перед сном, я всегда спрашиваю своих детей, если было ли что-то сегодня в этом мне, за что вы можете сказать Иисусу спасибо. Иногда они не знают, что ответить. И тогда мы стараемся обратить их внимание на самые простые вещи, за которые они также могут быть благодарны. Но на самом деле я иногда сам с трудом нахожу слова искренней благодарности. И знаете, этого просто нет в нашей греховной природе, поэтому наш Небесный Отец, Он на протяжении всей Библии, во всем Своем Слове, Он учит нас, Он учит, чтобы мы были благодарными. И этому нужно учиться, нужно прилагать усилия, чтобы сеять благодарность в своем сердце. Но оно того стоит. Это всегда приносит потрясающие плоды в нашей жизни и способно производить положительные перемены в нас, и также способно производить положительные перемены в людях вокруг нас. Я думаю, все хотели бы иметь благодарных коллег, благодарных сотрудников, благодарных друзей, ну и, конечно, благодарных детей. Так что не пренебрегайте силой благодарности в вашей жизни. Просто начни с простого. Начни благодарить каждый вечер в молитве перед сном. Поблагодари Бога за пять вещей, которые были в этот день. Даже если это был самый обычный день или самый худший день, но найди пять вещей, за которые ты искренне благодарен Богу. Делай это каждый день. Делай это каждый день, и ты увидишь, как твоя жизнь будет меняться. Она уже точно не будет прежней. Так что начинай благодарить прямо сегодня. Начинай благодарить прямо сейчас. Аминь. Давайте коротко помолимся. Бог, спасибо тебе за твою любовь к нам. Я прошу, помоги нам быть благодарными и сеять эту благодарность в наше сердце каждый день. Во имя Иисуса Христа и для твоей славы. Аминь. Всем привет, друзья. Сегодня для нашего размышления я хотел бы предложить один стих из 56-го псалма. Я зачитаю вам его. Псалмопевец Давид говорит. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить». И сегодняшнюю свою проповедь я хотел бы назвать. «А готово ли мое сердце?» Давайте себе представим царя Давида. И вообще, когда мы о нем размышляем, он нам представляется, как великий, могущественный царь Израиля, который живет в своем прекрасном дворце, который окружен многочисленными слугами и служанками, у которого есть огромное войско, готовое свою жизнь положить за жизнь царя и готовое защитить его в любой момент его жизни. Царь, который ни в чем не имеет нужды. Все, что он бы не пожелал, у него все будет. Мало того, Господь в Писании называет Давида мужем по своему сердцу. Представляете? Конечно, почему бы Давиду не воскликнуть эти слова «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить». Наверное, находясь в такой ситуации, и мы бы восклицали, точно так же, как Давид. Но все ли так было безоблачно в жизни Давида? Я хочу из этого же псалма прочитать вам первый стих. Мы читаем начальнику хора «Не погуби писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру». А, друзья, оказывается, Давид не был в своем дворце и не был окружен многочисленными воинами и слугами. У него не было даже крыши над головой. Он скитался по лесам, полям, по пустыням и, как мы здесь читаем, укрывался в пещере от Саула. Почему он бегал от Саула? Эту историю, кто желает, вы можете прочитать в первой книге царств. Я только коротко расскажу, почему Давид убегал от Саула. Дело в том, что Саул – это первый царь Израиля. Он мало того, что был злой, жестокий, завистливый царь, он еще был и непослушен Богу. И поэтому Бог отринул его и выбрал себе царем другого и помазал его на царство. И этим человеком был Давид. В сердце Саула зародилась злость и зависть, и он решил избавиться от Давида. Для этого он собрал огромное войско, вооруженных людей, и искал Давида по всему Израилю. Давид вынужден был скрываться и прятаться. И однажды жизнь Давида, когда он находился в пещере, висела буквально на волоске, потому что Саул был рядом. И первый стих этого псалма говорит нам, находясь рядом с Саулом, в двух метрах от своего врага, он восклицает эти слова, готово, сердце мое Божие, готово буду петь и славить. Я не знаю ваших жизненных ситуаций, друзья. Может быть, вы проходили через такие трудности или проходите их сейчас. Возможно, они и предстоят вам. Может быть, вот эти два-три месяца самоизоляции были для вас очень трудными. Может быть, чья-то жизнь висела на волоске. Я не знаю. Но, что я точно знаю, это если Бог допустил эту ситуацию в вашей жизни, то Он и держит ее под своим контролем. Недавно пастор Вадим проповедовал на тему о испытаниях, о том, для чего их Бог допускает в нашей жизни и что он хочет видеть в результате. И в послании к римлянам мы читаем следующие слова. Пятая глава, третий стих. Апостол Павел пишет, «И не сим хвалимся, но хвалимся и скорбями». Друзья мои, Павел пишет какие-то странные слова. В буквальном смысле, вот в оригинальном тексте эти слова звучат следующим образом. Мы ликуем, мы прыгаем от радости, когда нас постигают те или иные трудности и скорби. Друзья, почему? Не кажется ли вам это странно? Давайте прочитаем следующий стих. Четвертый стих этой же главы, этого же послания. «Зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, а от опытности – надежда, а надежда не постыжает». Друзья, оказывается, когда мы проходим те или иные испытания, Бог, когда проводит нас через них, мы приобретаем опыт. А какой опыт? О каком опыте идет речь? Опыт надежды на Бога. Проходя испытания, Бог не оставляет нас. Мы, когда проходим испытания, мы становимся немного лучше. Наша надежда на Бога в этих трудных ситуациях становится еще больше. И входя в следующее испытание, у нас уже есть опыт надежды на Бога. И следующее испытание мы проходим немного легче. Помня это. И помня о том, что Бог держит все под своим контролем, нам легче проходить эти испытания. Возможно, Давид, находясь в той же самой ситуации, знал об этом. Потому что во всех своих псалмах он поет «Господи, Ты избавил меня, или Ты избавишь душу мою от врагов моих». Давид прекрасно знал. И у него было очень много трудных жизненных ситуаций, в которых он находился. Проходя их, он имел эту надежду, что Бог никогда не оставит его, потому что он помазанный царь Израиля. Интересно, что апостол Петр в своем послании называет нас царями царственным священством. А в книге «Откровения» мы находим следующие слова. Бог поставил нас царями и священниками. Оказывается, мы тоже цари и священники. А давайте-ка попробуем себя сравнить с Давидом. Поставим рядом, на минуточку, сердце свое с сердцем Давида. И сравним. Давид проходил через трудные жизненные ситуации. Не просто трудные. Его жизнь висела на волоске. И в этот момент он восклицает «Готово сердце мое Божие! Готово буду петь и славить!» А теперь давайте посмотрим на наше сердце. Вот когда мы проходим вот эти трудные ситуации, готово ли наше сердце, друзья, так же петь Богу, так же восклицать? Пусть даже мы не кричим во всеуслышании, но внутри Бог-то смотрит на сердце. И видит ли он там эту готовность славить его в этот момент? Я не зря упомянул стих из послания апостола Павла к римлянам, где он говорит о том, что мы ликуем, когда проходим скорби и испытания, потому что мы, приобретая эту опытность и надежду на Бога, следующие испытания проходим более легко. И Господь хочет, посылая нам ту или иную трудность, увидеть в наших сердцах вот это ликование, вот эту радость и эту готовность славить его. Друзья мои, давайте не забывать, что Господь в первую очередь смотрит на наши сердца, что Господь все, абсолютно все держит под своим контролем, и у нас совершенно нет повода для уныния и печали. Пусть наши сердца будут наполнены и готовы к этим словам. Готово сердце мое, готово, Боже, буду петь и славить. Будем исключать вместе с солмопевцем Давидом. Аминь. Спасибо Богу за Диму, Кирилла, Сережу. Это не просто какая-то теория, о которой они говорили, но они живут этим, и они являются примером веры для других людей. Я лично знаю каждого из них, их семьи, и я очень рад, что они сегодня делились этим словом. Я верю, что это было благословением для тебя, для многих людей, и также верю, что Бог что-то говорил в твою и мою жизнь. Аминь. И я также хотел бы в конце предложить молиться простой молитвой, чтобы примириться с Иисусом. Я хочу задать вопрос каждому. Принимал ли ты осознанное решение пригласить Иисуса Христа в свое сердце как Господа и Спасителя? Почему это решение важно? Потому что это единственный путь, как мы приходим к Богу и как мы можем встретиться с Ним на небесах. Библия говорит об этом, что Бог отдал своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он умер за наши грехи. Почему Он? Потому что Он прожил безгрешную жизнь. Он не нарушил ни одну из заповедей. Он был чистым, святым, непорочным, но Он пошел на крест как преступник за наши грехи, за твои и за мои, за то, что было вчера в нашей жизни и сегодня, за все грехи, которые были в нашей жизни. Поэтому, как мы можем доверить Богу свою жизнь в простой молитве, чтобы пригласить Его в свое сердце, как Бога и Спасителя, потому что мы верим, что Он не только умер на кресте, но также Он воскрес на третий день, Он живой Бог, и Он слышит тебя, и Он, я верю, стучится сейчас в твое сердце. Если ты хотел бы молиться такой молитвой, я не просто хочу помолиться о тебе, я хочу молиться вместе с тобой. Поэтому, если для тебя комфортно, ты можешь закрыть свои глаза, конечно же, если ты не едешь сейчас в автомобиле, и давай молиться вместе, просто повторяй за мной слова простой молитвы, но сделай ее своей. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе, и я признаю, что я грешный человек, и мне нужен Спаситель. Я верю, что Божий Сын, Иисус Христос, мой Господь и мой Спаситель, Он умер на кресте за мои грехи, и Он воскрес на третий день, чтобы дать мне новую жизнь. Теперь я новое творение, я твой ребенок, и ты мой небесный Отец. Спасибо тебе. Наполни меня Святым Духом и помоги мне жить новой жизнью вместе с тобой во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Я поздравляю тебя от церкви Хилсон в Москве. Мы рады за тебя, и мы будем рады связаться с тобой, если ты оставишь свои контакты на нашем сайте и сообщишь о этом важном решении, которое ты принял, пустить Иисуса Христа в свое сердце, как Бога и Спасителя. Будем рады позвонить тебе, помолиться о тебе и подарить тебе небольшой подарок от нашей церкви. Это Библия. Мы будем рады отправить ее туда, где ты находишься или где ты живешь. И мы рады за тебя. Мы верим, что в твоей жизни все только начинается. И это как чистый лист в твоих отношениях с Богом и лучшее еще впереди. И если кто-то согласен с этим, напишите Аминь в чате прямо сейчас. И я хочу сказать всей церкви, мы любим вас, мы скучаем по вам, мы молимся о вас, мы благодарны за каждого. И мы ждем того времени, когда мы снова сможем собраться вместе, поклоняться вместе, просто славить нашего Бога все вместе. И мы рады, что уже мы можем встречаться, общаться, собираться в каннегруппы лично, приглашать друг друга домой. Это классно, но я хотел бы ободрить как пастор. Также давайте будем мудрыми, чтобы хранить свое здоровье сейчас и здоровье окружающих людей и заботиться таким образом о окружающих. Потому что люди продолжают, к сожалению, болеть. Люди, к сожалению, продолжают заболевать каждый день. Поэтому давайте будем мудрыми. И я также верю и провозглашаю Божью защиту на следующей неделе в жизни каждого человека в нашей церкви, в нашем доме, в твоем доме, во имя Иисуса Христа. Будьте благословенны. Всем отличной недели. И до встречи в прямом эфире в Инстаграме в 12 часов.